Накануне минувшего шабата полицейский департамент Чикаго выступил с предупреждением полиции службы безопасности советует евреям быть на чеку перед запланированным национальным днём ненависти в шабат. Скоро после этого и Нью-Йоркский полицейский департамент сообщение о готовящемся дне ненависти опубликовал на своём сайте. При этом и еврейские федерации, еврейские организации и полицейский департамент предупреждали, точнее успокаивали, что нет никаких особых данных о том, что готовится нечто сверхординарное. За подобным предупреждением стояли опасения, вызванные публикацией какой-то карликовой, неонацистской, так называемой супремасистской группировки в Айове, выступающей с антисемитской пропагандой, антисемитскими лозунгами и вот объявившей о таком дне ненависти. Что само по себе в нашу эпоху интернета вряд ли кого-то бы обеспокоило, если бы не царящая вокруг реальность. Дело в том, что подобное предупреждение поступило через неделю после того, как два еврея, покинувших утреннюю молитву в Лос-Анджелесе, были ранены, предположительно, человеком с антисемитскими мотивами. Прошлой осенью двое мужчин были арестованы на Пенсильванском вокзале в Нью-Йорке за угрозой в отношении синагог Нью-Йорка. За несколько недель до этого полиция Нью-Йорка предупредила синагоги штата о реальной угрозе. Поэтому быть американским евреем в 2023 году написала в своем твиттер-аккаунте писательница и бывший продюсер телевизионного ток-шоу «Взгляд» Даниэла Гринбаум-Дэвис. Это выбирать между А. Вводить своих детей на молитву и с тревогой смотреть на выходы, беспокоясь об их безопасности, или Б. Оставаться дома и позволить антисемитам определить мое еврейство. КРУ-319, так называется эта организация, точнее, эта группировка в Айове, не единственная маргинальная группа, которая действует вот таким полутроллевским, полуэкстремистским образом. Совсем недавно была устроена акция так называемой Лиги защиты Гоев. Название-то какое? В Южном Орландо. Антисемитская акция протеста возле Бетхабада, местной синагоги Любавической. И сообщается, что именно эта их пропаганда, вот такая безумная, шизофреническая, и повлияла на того, кто совершил нападение стрелка в Лос-Анджелесе. Антисемитские послания за последнее время проецировались на спортивные стадионы и появлялись в виде граффити в кампусах и так далее. А кроме того, антисемитская активность происходит на фоне роста экстремистского насилия в стране в общем. Исследование ЭДЛ, опубликованное 23 февраля, показало, что доля массовых расстрелов, связанных с экстремизмом, значительно выросла за последние десятилетия. Стоит заметить, что в результате запланированный антисемитский день ненависти стал днем единства для евреев США. 25 февраля не было зарегистрировано ни одного серьезного антисемитского инцидента, а вместо этого чиновники местного и федерального уровня выступили с заявлениями о солидарности, прошли демонстрации единства. И самая интересная статистика посещения синагог в этих городах резко выросла. Ну, как говорилось в старом спектакле, так победим. Однако сам тот факт, что в 2023 году слово «погром» где-то там на подсознании вспыхивает и заставляет людей беспокоиться за завтрашний день, буквально не может не вызывать шока и чрезвычайного опасения. Неспокойно на этой неделе и в Израиле. Уже третью неделю израильтяне становятся жертвой террора. На этой неделе террорист убил братьев Янив 19-21 года. Это было через неделю после того, как наехавший автотеррорист убил детей братьев Полей. В результате этого в Израиле началась привычная дискуссия и риторика отмщения. Это касается и государственного уровня. Хочу напомнить, что на этой неделе к Нессетам принято решение о смертной казни для террористов. То есть моратории на смертную казнь таким образом для этой статьи будет обходиться. Впрочем, не очень понятно, каким образом это может повлиять на террор. В большинстве случаев террористов убивают на месте во время террористических актов. И вряд ли этих людей останавливает страх смертной казни. Толпа, то есть масса полагает, что такого рода вещи надо решать гораздо проще. Депортации арабов, нападения на арабские деревни, из которых происходят террористы. В данном случае беспорядки не вполне проясненного свойства произошли в Хаваре, в том самом месте, откуда пришел террорист, убивший братьев Яниф. Согласно палестинским сообщениям, во время беспорядка в этой самой Хаваре, на которую напали якобы поселенцы, были повреждены по меньшей мере 15 домов и подожжены более 25 машин. Кроме того, не обошлось и без жертвы. Застрелен житель деревни по фамилии Ахташ. Самых Ахташ. Чиновники и следователи полагают, что Ахташ убили не военные, впрочем, независимые источники считают, что вполне возможно он погиб как раз во время разгона довольно мирной демонстрации. Так или иначе, видеозапись показывает горящий дом местного палестинца, совершенно случайного, никак не связанного с семьей террориста. По сообщениям СМИ, поселенцы пытались поджечь и десятки других жилых домов в городе. Ну вот такая ситуация, обостряемая еще и очевидными политическими эмоциями внутри израильского общества, внутри еврейского политического конфликта, все более нарастающего и вокруг юридической реформы. Но не похоже, или по крайней мере мне не кажется, что это главная причина, это скорее повод, идет настоящее противостояние между победившими условными правыми и проигравшими условными левыми, условными центристами. Все эти дефиниции страдают крайней ангажированностью, но так или иначе Израиль расколот надвое и демонстрации против правительства Нитаньягу проходят уже не первую неделю и становятся все более агрессивными. И разгон этих демонстраций становится все более агрессивным, что в общем в очередной раз подчеркивает давно известную истину. Безопасность евреев в окружении врагов очень сильно зависит от единства евреев между собой, для того, чтобы по-настоящему противостоять тем угрозам существования для Израиля, в буквальном смысле этого слова, которым Израиль подвергается все 75 лет своего существования, необходимо настоящее единство общества. Не то, что оно когда-то было по-настоящему единым, но конечно то, что мы наблюдаем сейчас, это абсолютно невиданные до сих пор вещи, до сих пор невиданные призывы, до сих пор невиданные расколы элит, потому что мы понимаем, что существовали не просто эксцессы, но и трагедии в так называемом внутриизраильском политическом бомонде. Достаточно вспомнить Аль-Талену, расстрел судно, привезшего оружие для воюющего Израиля на самой зере его существования, который по приказу Бен-Гуриона был расстрелян вместе с людьми, которые на нем находились, поскольку это была контрабанда. И контрабанду эту завозили противники политического, другого политического лагеря, того, что стало прародиной, началом нынешнего Ликуда. Соответственно, то, что было тем, что теперь превратилось в АВАДУ, которая вообще совсем не главная сила в этом политическом споре. Но наследники Бен-Гурионовского взгляда на политических противников, они сейчас столкнулись ровно так. В общем, для страны, в которой на каком-то витке обострения политического противостояния был застрелен действующий министр, конечно, нынешняя ситуация не может не вызывать немедленного призыва к действиям. К действиям по снижению градуса противостояния, по демократизации и цивилизацизации, если так можно сказать, введения цивилизованности в этот конфликтный и очень заряженный диспут. В марте в Болгарии будет отмечаться очень важное событие, 80 лет со дня событий, известных как спасение болгарских евреев. В марте 43-го года болгарские евреи не были депортированы. И, в общем, для поверхностного знатока истории Холокоста Болгария – это такая почти Дания. В Дании датский король выехал на конную прогулку с желтой звездой, когда оккупанты велели евреям нацепить звезды Давида, и поэтому евреи не были депортированы. А в Болгарии царь Борис и все болгарское общество спасло всех болгарских евреев от депортации, которая была назначена, вот не дали ей осуществиться. Как и в истории с датским королем, который, конечно, в сказках, на конную прогулку, датский король христиан не выезжал с желтой звездой. Впрочем, история имеет под собой какие-то основания, поскольку король христиан действительно посетил синагогу и вроде бы сказал там, что если датских евреев заставят носить вот такую лату отличительную, он и его супруга наденут желтой звездой Давида. Так что легенда, которая имеет какие-то под собой основания. Впрочем, какие действия датских рыбаков, вывесших всю крошечную датскую еврейскую общину в нейтральные страны на этих самых лодках. Что за этим стояло в Дании и насколько эта ситуация, эта история такая вот прямо фанфарная, это, как всегда, требует многостороннего, разностороннего изучения и результаты романтиков часто будут разочаровывать. Но история в Болгарии в этом смысле куда более драматичная. Дело в том, что эти 80 лет спасения болгарских евреев в нынешней Болгарии стало поводом для очень серьезных споров, очень серьезной дискуссии, в том числе между учеными, между общественными деятелями в Болгарии. Это очень знакомая для многих стран ревизия или, если хотите, многозначность истории Второй мировой войны. Ну, ближе к фактам. Дело в том, что 10 марта 1943 года евреи действительно не были отправлены в Треблинку. Но кто именно не был отправлен в Треблинку? Не были отправлены болгарские евреи, то есть граждане Болгарии. Однако 11 343 еврея из новых болгарских территорий, это территории оккупированные Болгарии, которая была союзницей нацистской Германии во время Второй мировой войны, из Беломорьета, Македонии и Пирота, были отправлены именно что болгарскими властями на физическое уничтожение. И попытки создать ореол болгарской нации, Болгарии как стране, царю Борису, ореол спасителей и евреев вызывают настоящее отторжение у большой части болгарской интеллигенции. Вот они опубликовали большое письмо, которое подписали десятки очень видных болгарских интеллектуалов, в котором содержится ровно тезис о том, что это настоящий ревизионизм Холокосту. Упрямое избегание этих реальностей есть не что иное, как государственное отрицание. К сожалению, Болгария включена в рабочее определение отрицания искажения Холокосту Международного альянса памяти жертв Холокосту. По ее словам, искажением считается сознательной попыткой оправдать или принизить его последствия или его основные элементы, в том числе со стороны пособников и союзников нацистской Германии. Это происходит даже несмотря на то, что наша страна приняла данное определение, когда стала полноправным членом альянса в 2018 году. Болгария должна признать свою ответственность за преследование и депортацию евреев во время Второй мировой войны. И, кроме всего прочего, за этим важным тезисом содержатся еще и подробности, что действительно в марте 1943 года под давлением Болгарской Православной Церкви групп юристов, интеллектуалов, бизнесменов, политиков, оппозиционных, надо заметить, депутатов была остановлена задуманная, задуманная кем? Болгарскими официальными властями отправка десятков тысяч болгарских евреев в нацистский лагерь смерти. И вот сейчас, когда на досках спасителей, которые находятся на мемориале спасения болгарских евреев, содержатся и имена царя Бориса, это вызывает настоящее возмущение, потому что это полное передергивание историй. Это именно от официальных болгарских властей этого времени спасала евреев болгарская православная церковь, скажем. И поместить на одну доску болгарскую православную церковь, которая противостояла депортации евреев, противостояла как раз в борьбе с монархической властью в Болгарии, поместить на эту одну доску царя Бориса, это настоящая ревизия Холокоста, ревизия итогов Второй мировой войны. Это одна позиция, и вот эта позиция, что в марте 43-го года, соответственно, в марте 23-го года, отмечаются два противоположных позиции этого события. Беспрецедентное спасение огромной еврейской общины болгарским обществом, болгарской церковью, и полная коллаборация болгарских властей в депортации евреев с территории современной Греции и Северной Македонии, которые были захвачены Болгарией. Вот это позиция болгарской интеллигенции. Однако одновременно было опубликовано в противовес этому совершенно другое письмо, письмо как раз представителей вот такого взгляда, я бы сказал, романтизирующего, мягко говоря, болгарскую историю и роль спасения болгар, роль болгар в спасении евреев во время Второй мировой войны. В этом письме, подписанном, как ни странно, в том числе и представителями некоторых еврейских организаций, содержится прямое обвинение людей, которые, в том числе представители современной власти, которые дистанцируются от такой романтизации, в том, что они идут на поводу, но это нам знакомые в разных странах обвинения, идут на поводу у некоего, значит, злокозненного врага. Если болгарские власти своим поведением в нашей собственной стране не могут показать, что они не являются рабами ложных исторических мантр, навязанных Болгарской коммунистической партией и Угославской коммунистической партией о монархофашизме в нашей стране и о болгарской фашистской оккупации, Беломорской фракии и Македонии, то они не имеют морального права реагировать против антиболгарской кампании, которая ведется в Республике Северной Македонии. Именно на основе этих ложных исторических клише. Северная Македония сейчас самостоятельная страна. Вот как раз в ней понятно, что антиборисовский, назовем так, сантимент, то есть обвинение Болгарии в оккупации, в коллаборации с нацистами, это важный политический дискусс новой демократической стороны. Ну вот, это враги. Соответственно, вы тоже не считаете, что на исторические факты нельзя закрывать глаза. Вы вот льете воду на мельницу. В общем, вот так. Коннофлуги Борин так происходят с самыми мощными историями. И в этом смысле абсолютное исключение из правил, просто косвенное воспоминание – это поведение Финляндии. Финляндия, которая, как известно, тоже была союзницей гитлеровской Германии. Не только не выдала своих евреев, но и всячески противостояла выдаче евреев военнопленных Красной Армии, которые оказались в Финляндии. И в результате, по-моему, до десяти, а может быть и меньше десяти, евреев все-таки были выданы и, соответственно, погибли. Так вот, современная Финляндия за такого рода пособничество Холокосту, то есть двузначная цифра максимум, причем военнопленных, воюющих против Финляндии в том числе, принесла официальные извинения, назвала это позором финской государственности и так далее. То есть можно как-то попытаться и героев своих почтить, и мерзавцев своих осудить. И четвертая наша новость, она о грандиозном скандале, уже о том же самом, но на интернет-просторах. Впрочем, сегодня любой скандал или даже конфликт имеет всегда виртуальную свою реальность, поскольку одни воюют в танках, другие воюют на диванах. И вот эти вот диванные роты и полки, и дивизии не следует недооценивать. Произошло вот что. The Journal of Holocaust Research. Очень академичное издание, журнал исследований Холокоста, который обычно считают сотни экспертов во всем мире, ну вот буквально сотни, не тысячи, и уж, конечно, не миллионы, опубликовала исследование двух профессоров, которые, исследовав, изучив статьи о событии Холокоста или о всем, что касается еврейской истории в Польше, поняла, что за польской страницей Википедии стоит группа, ну, мы бы назвали их троллей, но людей, которые, очень хорошо изучив алгоритмы Википедии, редактируют в необходимом, скажем так, патриотическом духе все эти статьи. Сразу скажу, эта статья была опубликована в Journal of Holocaust Research и буквально через несколько дней набрала 27 тысяч просмотров, абсолютный рекорд для, еще раз, скажем, очень академичного издания. Значит, авторы статьи проследили историю редактирований статей в Википедии примерно в течение 15 лет. Небольшой экскурс, как устроена Википедия. Википедия – это народная энциклопедия. Она является седьмым по посещаемости сайтом всемирной сети. Любой человек может там расположить свою статью, пройдя определенную регистрацию, но не более того. Дальше эта статья какое-то время будет лицензироваться. У каждой страны, на каждом языке, даже на каждой теме есть свои модераторы. Если они с чем-то не согласны, они вступают в дискуссию. Эта дискуссия ведется в открытом режиме. И, соответственно, в результате модератор выносит свое решение, публиковать ли то или иное исправление. Можно корректировать статьи. И редакторы будут, соответственно, эту редактуру либо вносить, либо от нее отказываться, если автор ремарки не сможет доказать свою правоту. То есть алгоритм очень демократичный. Это, в общем, одна из главных, отличительных сторон Википедии от любого современного исторического ресурса. Вот, пожалуйста, каждый может в открытой научной дискуссии доказать свою правоту. Однако авторы из Journal of Holocaust Research пришли к выводу, что, ну, очень вульгаризируя эти выводы, вот эти польские редакторы изучили этот алгоритм и стали изображать этот алгоритм. То есть, ну, грубо говоря, вы пишете какую-то ремарку, я вам оппонирую, но я там либо подставной, либо сам редактор мои доводы опровергает. Все это имеет вид научной дискуссии. В результате некий редактор принимает решение. Вот это решение всегда соответствует патриотическому польскому взгляду. То есть, это преуменьшение, например, количество жертв евреев в Польше, это во время Холокоста, это усиление роли, преувеличивание роли евреев в коммунистических партиях, которое якобы послужило причиной такого остервенения против евреев во время Второй мировой войны. Это явное преувеличение роли еврейских коллаборантов, всяких еврейских полиций, еврейских советов и так далее. Ну, то есть, понятная манипуляция с историческими фактами. Это использование так называемых независимых источников, в качестве которых, например, могут быть произведения явных антисемитов, которые, руководствуясь абсолютными конспиративными теориями, например, о ковиде-19 или что-то вроде этого, распространяют антисемитскую пропаганду. И вот авторы этой статьи, а эти авторы, это два профессора, как уже было сказано, Ян Горобовский, историк из Оттавского университета, Ишира Кляйн с исторического факультета университета Чепмена в Оринже, Калифорния. Они выявили этих самых редакторов, они выявили методы их работы, то есть эти редакторы, они либо анонимные, но прятающиеся за псевдонимами, то есть можно эти псевдонимы изучить и понять, кто это, либо они не скрывают своего имени. И вот это все они опубликовали. Буквально они пишут следующее. Благодаря ревностной работе этой группы статьи Википедия о Холокосте в Польше преуменьшают польский антисемитизм, преувеличивают роль поляков в спасении евреев, намекают на то, что большинство евреев поддерживали коммунизм и вступили в сговор с коммунистами, чтобы предать поляков, обвиняют евреев в собственных преследованиях и раздувают еврейское сотрудничество с нацистами. Единственное, что в этой статье не содержится, это кому выгодно, кто стоит за этим. То есть это 15-летние люди на содержании, довольно большая группа, изменившая огромное количество статей, постоянные люди. Но Кляйн говорит, что заказчики не названы целенаправленно. Мы были очень осторожны, чтобы не делать никаких предположений о том, что ими движет или какова их политика. Вместо этого мы попытались сосредоточиться только на том, что они сделали, то есть в письменных источниках. И как мы говорим в статье, мы не видим доказательств того, что они связаны с правительством и находятся на службе у кого-либо еще. Ну, доказательств не видим, но это полностью соответствует государственному дискурсу, государственному взгляду на историю Холокоста и законам о так называемом оскорблении памяти Польши во время Второй мировой войны, жертвой которого почти стал один из авторов этой статьи. Его как раз обвинили в антипольской деятельности. Впрочем, потом верховный арбитраж Польша это решение отменил. Насчет верховного арбитража. Ну, вот такая статья, это, конечно, фантастика, и то, что она попала в такое количество источников, была перепечатана столько раз, но самое необычное, это не это, самое необычное, что к этой статье присмотрелся, я эту статью принял во внимание, арбитражный комитет, так называемый Арбком в Википедии решил изучить эти обвинения, не получив официального запроса об этом. Следователи не могут припомнить, чтобы комитет предпринял такой шаг за почти два десятилетия своего существования. То есть, арбитражный комитет, это такой верховный суд Википедии, будет разбираться с этой историей, и как это было по жалобе несколько лет назад, связанной с хорватской, подобной историей, тогда он отменил право на рецензирование или редактирование пойманных в подлоге редакторов хорватской Википедии. Посмотрим, что будет сейчас, и это удивительное событие, потому что таким образом сам дух Википедии нарушается. То есть, открытая возможность редактирования не очень понятно, как совместима вот с такими целенаправленными действиями государственных, правительственных или добровольческих соединений, которые пользуются свободой для продвижения своих человекоинвестнических, например, теорий. Я хочу вспомнить, что Википедия знает в связи с этим совсем юмористические случаи, когда создавалась страница на несуществующем языке, на ней были сотни статей со своими редакторами, со своими рецензентами. Ну, то есть, это довольно для понимающего, изучившего эти алгоритмы человека непаханное поле. И то, что этим полем усердно пользуются тролли или злонамеренные историки, или псевдоисторики в разных странах мира, не вызывает никакого сомнения. Просто вот Польша в этом смысле стала исследуемой благодаря тому, что специалистов по этой истории гораздо больше. А специалистов по истории в Холокосте, например, того же в Болгарии, о которой мы говорили, гораздо меньше или в каких-то других странах. Так что мы стоим на пороге больших изменений, потому что вот в очередной раз спор о том, где заканчивается свобода слова. Миллионы, если не миллиарды людей черпают сведения о большинстве научных знаний сегодня из Википедии. И полная анархия или не полная анархия, а регулируемая анархия, вводимая вот такими злонамеренными умниками анархия, на самом деле ведет к крайне опасным последствиям. Исторические студии, исторические вот эти исследования, это очень популярно в наше время, в том числе в качестве жупела и для политиков, которые в результате начинают войны. так что недооценить тот вред, который приносит целенаправленные искажения истории и насколько оно меняет не то, что было сто лет назад, а то, что будет через сто дней или через десять лет, совершенно невозможно. Поэтому посмотрим, что в результате будет сделано. Но похоже, дело прецедентное, и в этом смысле я возлагаю на него большие надежды. Пятая новость недели – это «Лыхайм». Вышел мартовский номер журнала «Лыхайм» с очередной замечательной обложкой Маши Заикиной, нашей чудесной израильской художницы, которая изображает новость столетней давности. Мы говорили только что об истории, о столетней давности. Сто лет назад была опубликована в журнале «Рассвет», который журнал «Лыхайм» вот в этом году вспоминает каждый номер. Это такой специальный проект по публикации самых интересных материалов столетней давности. 23-го года в журнале «Рассвет». Журнал «Рассвет» – журнал, в котором сотрудничал Жаботинский. Какое-то время был его редактором, который существовал сначала на территории России, после большевистской революции, переехавшись в Берлин, потом в Париж, был таким главным голосом русскоязычной и еврейской миграции того времени. И с ним сотрудничали, кроме Жаботинского, очень многие великие авторы того времени, в частности, Шимон Дубнов, великий историк. И вот сто лет назад ровно он опубликовал свою статью, что такое Гайда Матчина, о погромах гражданской войны. То есть мы знаем, что погромы гражданской войны, существовавшие на территории войны между красными и белыми, но гораздо более многоцветные, чем эти 20 цвета красные и белые, поскольку было огромное количество различных банд, крестьянских банд, националистических банд. И объединял их всех, пожалуй, и Деникинцев, и Петлюровцев, и Григорьевцев, и даже красноармейцев в гораздо меньшей степени, конечно, количественно, но все же. Это небывалое количество погромов, которые они совершали на территории еврейской черты оседлости бывшей. И вот тогда Дубнов написал свою знаменитую статью, что такое Гайда Матчина, которая в этом номере содержится. И, к сожалению, выводы, которые он сделал, не были услышаны, потому что в определенном смысле это пророчество обо всем том, что готовил этот страшный век. Гражданскую войну и погромы Гражданской войны историки называют репетицией Холокоста. Но вот Дубнов, которому было суждено погибнуть во время Холокоста через 20 лет после написания этой статьи, похоже, все понял уже тогда. Но только читатели его поняли не все. Поэтому сейчас, через 100 лет, читая это, ужасаешься, но ужасаешься еще и тем, что статья не перестала быть актуальной. В этом же номере содержится огромное исследование очень интересное Александра Лакшина и Евгения Левина о очень маргинальной, поразительной и удивительной теме. О еврейских религиозных мыслитях, которые жили в Советском Союзе, в СССР, до практически его заката, ну, по крайней мере, до конца 60-х годов, 70-х, начало 70-х, и которые публиковали свои труды. Этих трудов вышло единицы книг еврейских авторов, еврейских равинов. Часть из них это труды огромного масштаба, часть из них огромной исторической ценности, то есть равинские респонсы, которые рассказывают о современности, от этой советской современности. И вот это исследование, оно в этом смысле подводит такую опись, описывает все эти труды людей, которые за ними стояли. Ну, и в очередной раз поражаешься, что все-таки, что такое стойкость человека, который вот, несмотря на все, о чем мы сегодня говорим, сначала большевистский переворот, потом гражданскую войну, потом Вторую мировую войну, дела космополитов, политов, антисемитскую кампанию в стране и так далее, жили вот так, будто они никуда не уезжали из своей Вильны или своего Житомира сто лет назад, продолжая изучать Талмуд, Сулхана Рух, еврейское законодательство, отвечая на вопросы, поразительная стойкость и поразительное упрямство. Конечно, в определенном смысле спасшее советское еврейство не только как людей, которых, что называется, не добили, но и как еврейство, как образ жизни, который, даже когда его придерживался один человек в городе, таким образом доказывал, что и один в поле воин, и один человек может противостоять всей гигантской машине. Кстати, о сломах замечательная статья Шуламид Магнус, посвященная очень известным воспоминаниям Венгеровой с очень интересного ракурса о том, как модернизация, то есть, еще в XIX веке ассимиляция евреев, их осовременивание совершенно неожиданно повлияло на снижение статуса женщин вот в этих ассимилированных семьях. То есть, женщины, которые столетиями привыкли управлять домом, управлять не только горшками на кухне, но и часто лавкой, бизнесом, достаточно вспомнить Люкель и Сгамельну, практически банкиршу и очень крупную немецкую предпринимательницу, тоже оставившую замечательные воспоминания, которые часто сравнивают с воспоминаниями Венгеровой. Ну вот, как это все именно в силу модернизации у еврейских женщин стали отбирать их ассимилированные мужья. Ну вот такой неожиданный ракурс, очень интересный, как и очень многие статьи в этом журнале, которые я всем рекомендую прочитать, либо онлайн, есть электронная версия журнала, либо приобретя его бумажный вариант, у нас теперь выходит журнал и в России, и в Израиле, так что и подписаться, и приобрести его довольно просто в любой части мира. Ну вот, для того, чтобы читать очень разные мнения, разные позиции и делать свои выводы, потому что без собственной головы на плечах только с Википедией, только с Фейсбуком, Телеграмом и так далее, не разобраться, надо думать. Шаббат шалом, гуд шаббес, до следующей недели. Субтитры подогнал «Симон»